Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Что ж, похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем. Хотите вы этого или нет? На днях над Черным морем упал американский беспилотник. Мы до сих пор точно не знаем, что произошло. Мы не собираемся лгать вам, мы не знаем. И не надеемся узнать правду в ближайшее время. А вот администрация Байдена говорит, что два российских истребителя преследовали и повредили беспилотник над международными водами. Это все, что у нас есть. Нам придется поверить им на слово. Кажется, все поверили. Линдси Грэм не задавал глубоких вопросов. Нет, он сходу воспользовался случаем и потребовал от Пентагона атаковать российские ВВС. Вот он. Мы должны привлечь их к ответственности и сказать, если вы еще раз приблизитесь к американскому летательному аппарату в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сделал Рональд Рейган? Он начал бы сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашей технике. Что бы сделал Рональд Рейган? О, хороший вопрос, сенатор Грэм. Президентство Рональда Рейгана примечательно тем, что он не объявлял войну ВВС России. Следовательно, США не вступили в войну с Россией. И в результате были спасены миллионы жизней. Это не мелочь. Один пункт в графу побед Рейгана, президента которого называли сумасшедшим подстрекателем, и который удержал нас от горячей войны, выиграв при этом холодную. И как Рейган сделал это? Он просто поддерживал американскую экономику, помните? Кажется, это было давно. Это сильно отличается от подхода, который сейчас продвигают Линдси Грэм и его друзья из партии войны. Их план — игнорировать наши границы в США, но защищать Украину. Они даже финансируют украинскую пенсионную систему, серьезно, в то время как наши американские банки терпят крах. Что бы сделал Рональд Рейган? Его, наверное, стошнило бы. Мы рады, что Рональд Рейган не видит, как Линдси Грэм использует его имя, чтобы оправдать антиамериканскую глупость. И как планы Линдси Грэма, планы почти каждого сенатора-республиканца и всех демократов, как они помогут Соединенным Штатам? Они не отвечают на этот вопрос, потому что им это вовсе не интересно. Итак, вернувшись в наше время, вы должны задаться вопросом, что именно происходит? Линдси Грэм сказал, что мы должны атаковать российскую авиацию. Почему сейчас? Что ж, посмотрим. В понедельник произошли важные события в президентской гонке. Мы послали анкету вероятным кандидатам от республиканской партии и спросили их, как они относятся к военным действиям на Украине. Мы ожидали, что большинство из них согласится с Линдси Грэмом и почти каждым чиновником в Вашингтоне. Но нет, этого не случилось, произошло обратное. Практически все, без исключения, кандидаты от республиканцев от Дональда Трампа, Дарона де Сантеса, Грэга Эбботта, Кристи, Ноэм, Вивека Ромасвами и других, выступили против идеи горячей войны с Россией. Рон де Сантес охарактеризовал происходящее на Украине как, цитата, «территориальный спор», который не входит в пятерку важнейших проблем национальной безопасности Соединенных Штатов. Вряд ли кто-то мог ожидать такое от Рона де Сантеса. Но он так думает, и он официально заявил об этом. Это значит, что кандидат в президенты от республиканской партии, кем бы он ни был, будет выступать против бессрочного обязательства финансировать Украину, чтобы вечно сражаться с Россией. Их позиция, по сути, полностью совпадает с позицией подавляющего большинства консервативных избирателей, тех, кто выбирает кандидата от республиканцев. Но эти избиратели были полностью лишены избирательных прав в прошлом году, поскольку недобросовестным Линдси Грэму и Атлантик Мэгазин была позволена выступать от их имени. Не только консервативные избиратели не хотят войны с Россией, но большинство всех избирателей. И есть люди, баллотирующиеся, по сути, на самый влиятельный пост, которая согласна с избирателями, как при демократии. Для партии войны в Вашингтоне это настоящая катастрофа. О, люди не хотят этого! Мы два года читали вам лекции о демократии! Но основная часть населения и люди, которые соперничают с Джо Байденом, выступают против. Как можно защитить демократию и развязать войну, которой не хочет население? Никак! Поэтому они паникуют. И это интересная реакция. Вместо аргументов или причин, способных убедить американцев в том, что война с Россией принесет им какую-то пользу, они просто продвигают войну с Россией, им вообще плевать на Украину. Совсем! Украина для них ничего не значит, иначе они остановили бы войну. Потому что, по-видимому, погибло уже более ста тысяч украинцев, но им все равно, они поддерживают конфликт. Вот как они заботятся об Украине. Они подталкивают нас к войне. И, кстати, сбивать российские самолеты, которые не стреляют по нам первыми, это акт войны, это определение акта войны. И Линдси Грэм, сведущий в военном деле, прекрасно это знает. Мы в очередной раз позвали Линдси Грэма на шоу, чтобы он объяснил, почему мы должны начинать Третью мировую. Он, конечно, отказался, так же в очередной раз. Но ему не нужна наша помощь. Остальные СМИ, как всегда, полностью на его стороне. Вот бывший пресс-секретарь Джеба Буша. Следователь Мюллер сказал мне, я думаю, около 18 месяцев назад, что следующее вмешательство России в выборы не будет противоречить законам. Они настолько хороши. Они просто получат сигналы, когда Такер Карлсон задаст вопросы определенным кандидатам. Здесь нет случайностей. И получат ответы от Рона де Сантиса и Дональда Трампа. Совершенно ясно, кому Россия захочет оказать помощь. Итак, если вы не согласны с этими детьми, вы совершаете вмешательство в выборы от имени Владимира Путина. Как низко может опуститься политическая риторика? Можно опуститься ниже. Ну, кажется, они достигли дна. Болван в кресле кивает. Да, это совершенно верно. Это вмешательство в выборы. Когда позиция кандидата соответствует тому, чего хочет большинство избирателей. Вау, какой мрак. И если вы отвечаете на вопросы не так, как хочется бывшему пресс-секретарю Джеба Буша, вы нелояльный американец. Вот еще от MSNBC. Де Сантис хочет умиротворить Путина, называя жестокое вторжение в Украину не более чем территориальным спором. Это явный признак того, что партия Де Сантиса, Трампа и Такера далека от взглядов большинства американцев. Рон Де Сантис, повторяя тезисы Владимира Путина и Кремля, называет российское вторжение на Украину территориальным спором. Трамп и Де Сантис занимают антиукраинскую, фактически пророссийскую позицию. Два республиканских лидера хотят сбежать от Зеленского и попасть в объятия Путина. Рон Де Сантис, противник ВОУК. Его идеал — путинская Россия, где нет геев, где нет женщину власти, где все христиане. Таким он хочет видеть мир. Вы оказываетесь в этом мире, где вам читают мораль, бывшие политические консультанты, вроде Стюарта Стивенса, не лучшие учителя морали. Потому что вы не хотите Третьей Мировой Войны? Потому что у вас есть дети или внуки? Потому что у вашей собственной страны большие проблемы, ваша экономика разваливается, так что вы не хотите Третьей Мировой Войны? И эти люди читают вам мораль? О, хорошо. Это как слушать лекцию о морали от банков. Но что интересно, есть много новостей, которые другие новостные организации полностью игнорируют. По сути, они служанки власти, они даже не притворяются. Но если вы хотя бы на мгновение задумаетесь, я журналист, я должен освещать новости, вы можете заметить, что мы получаем, мягко говоря, неоднозначное сообщение от людей у власти. Вот, например, Марк Милли объясняет, что Украина до зубов вооружена американским оружием. Две недели назад Соединенные Штаты выделили еще один пакет помощи, который включал в себя дорогостоящие боеприпасы, артиллерию, техобслуживание и транспортные средства. Украинские солдаты носят синий-желтый флаг, но цвета 50 других собравшихся здесь стран находятся рядом с Украиной, чтобы поддерживать принципы, основанные на правилах международного порядка. Посмотрите, как испуганно выглядит этот человек. Хочется включить запись снова. Пересмотрите это в интернете. Этот человек боится. Чего он боится? Было бы интересно узнать. Но он сказал, что мы отправили огромный пакет на Украину. Артиллерию, боеприпасы, 100 миллиардов. Можно предположить, что у украинских военных много техники, они хорошо вооружены. О, но нет, пока Марк Милли говорил нам об этом, Пентагон сообщил нам, что на самом деле у Украины заканчиваются боеприпасы. Есть сообщение с поля боя, что у украинцев заканчиваются боеприпасы, у них дефицит. Является ли это проблемой для Пентагона и что Пентагон делает для решения этой проблемы? Да, с самого начала этой кампании мы продолжаем делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины, будь то боеприпасы, ПВО, бронетехника. Вы слышали, как много мы говорили об этом? Завтрашняя дискуссия станет еще одной возможностью сосредоточить внимание международного сообщества на самых насущных потребностях Украины, включая боеприпасы. Хорошо. Если оставить в стороне несомненный факт, что у американских вооруженных сил должно быть достаточно собственных боеприпасов, теперь они все ссылаются на Рональда Рейгана, мир через превосходящую огневую мощь, слабость провоцирует агрессию? Говоря о слабости, армия США становится все слабее, и отчасти это связано с тем, что мы отправляем все это на Украину. Итак, есть военный вопрос, на который никто не ответил, но есть и экономический вопрос, куда идут все деньги? Итак, мы потратили на Украину больше годового военного бюджета России, а у украинской армии закончились боеприпасы, опять? Окей! Это может быть вопрос для Зеленского? Куда идут все деньги? Они весь день на связи с Блэк-Рок, куда идут все деньги? Люди становятся очень богатыми, аудита быть не может. Если вы хотите проверить, куда уходят ваши деньги в самой коррумпированной стране Европы, вы инструмент Путина. Кстати, СМИ не волнует, что наши деньги исчезают в этой коррупционной яме под названием Украина, или идут на закрытие христианских церквей. Нет, они в бешенстве, потому что спикер палаты представителей не бросился целовать кольцо Зеленского. Смотрите. Президент Владимир Зеленский делает предложение спикеру Кевину Маккарти, от которого тот отказывается. Посмотрите, например, на Киев. Его пригласил в Киев Зеленский. Любой другой спикер поехал бы туда, чтобы выразить солидарность с нашим союзникам. Кевин Маккарти как бы потворствует крайнему крылу своей партии. Какова ваша реакция на отказ Кевина Маккарти от предложения Зеленского приехать на Украину или обсудить с ним прямую помощь Украине. Я не знаю, на какое одноклеточное существо больше похож Кевин Маккарти, на амебу или на парамецию. Он подводит Соединенные Штаты. Я понимаю, что Кевин Маккарти снова играет в изоляционную игру Америка прежде всего, хотя на самом деле она называется Америка на последнем месте в мире. Вау. В какой-то момент этим людям придется за многое ответить. Надеюсь, скоро. Но представьте, насколько унизительным является такой сценарий. Они запугивают спикера палаты и, кстати, если бы роли поменялись, мы бы защищали спикера палаты демократа на тех же самых основаниях, потому что это американские основания, а не партийные. Но вот эти люди с телевидения ругают американского спикера палаты представителей за то, что он не подлизывается коррумпированному иностранному лидеру, который требует, чтобы вы отправили своих детей на войну в страну, которую вы не можете найти на карте. Зеленский почти каждый день требует, чтобы вы отправили своих детей на войну, где они могут погибнуть. Как правило, люди, которые требуют, чтобы вы подвергли риску жизни своих детей, не совсем ваши союзники. Нет, они ваши враги. Да. Вы должны целовать его кольцо, потому что теперь он святой. Но болтая обо всем этом, они упустили некоторые вещи, происходящие в Соединенных Штатах. Например, коллапс нашей экономики. Имели место второе и третье по величине банкротства банков в истории этой страны. Почтенный кредит Суэс упал на 97% по сравнению с историческим максимумом. Акции торгуются по два швейцарских франка. Вас это беспокоит? Да, вероятно, должно. Вашим лидерам совершенно все равно. СМИ вообще наплевать. Вместо этого они говорят вам, что вы предатели, если не хотите Третий Мировой. И они в панике, точно так же, как Милли. Они боятся. Почему они боятся? Потому что знают, что общественность не на их стороне. Но как только мы начнем войну с Россией, они воспользуются этим, чтобы подавить все инакомыслие. Военное время инакомыслие недопустимо. И в этом суть, помимо их личного обогащения. Речь идет об изменении внутренней политики Соединенных Штатов. Как только мы скажем, что находимся в состоянии войны с Россией, горячей войны, чего они и хотят, именно в тот момент вам нельзя будет выражать свое мнение. И наказание во время войны, тюрьма, так было много раз, и они хотят этого сейчас. Будем надеяться, исходя из ответов в анкетах. Другие люди вскоре спасут нас от этого безумия.